Добрый день всем, персонально ваш, Алексей Венедиктов, ведет Сергей Бунтман, Наталья Кузьмина, Алексей Сеевич, добрый день, да нет, я хотел сказать с праздником, день радио сегодня. День радио, да, тебя также и наших слушателей всех, это их праздник тоже, надо сказать, да, но день радио, да. Тогда скажи мне, пожалуйста, зачем ты убил Энтони Хопкинс? Да, я хотел бы извиниться перед слушателями, я вчера в Инстаграме, перепутав Хопкинсов, написал, что из жизни ушел Энтони Хопкинс, замечательный актер, меня тут быстро поймали и поправили, но как-то, в общем, я чувствую себя, ну, теперь ему жить тысячу лет и дальше, да, так что хотел бы извиниться. Вот, знаешь, бес попутал, что называется, но самое главное, что хорошая новость, значит, это пришло почти одновременно с результатом чемпионата мира первого матча, поэтому там то, что Хопкинс жив, поправило настроение многим. Да, вот это надо отметить. Жив, да, но теперь, тем более, он ест человечину, ведь, как известно. Да, 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 каннибал, лекстер, да. Да, да. Вот, так что вот, виноват, исправлюсь. Хорошо, хорошо, значит, да здравствует Энтони Хопкинс, ну, давай, вот 2 числа такое очень было напряжение большое в Одессе, годовщина событий, годовщина трагедии одесской, и вообще ситуация на Украине, которая и разбиралась, есть на этот счет документы, любопытные, которые надо бы почитать. На самом деле, в таком пропагандистском запале, здесь у нас по Украине говорят, а вот 28 апреля был Совет Безопасности ООН, конечно, там был наш Виталий Чуркин российский, но там выступали представители и Украины, и, естественно, и России, и представители всех членов Совета Безопасности, и я должен сказать, что мы на русском языке разместили стенограмму на нашем сайте. Это очень интересный и важный документ. А оказывается, с точки зрения мониторинга, сейчас самое напряженное время с августа 2015 года. Уровень перестрелки, уровень гибели людей достиг снова до минских соглашений, ну, не до минских, но августа прошлого года. То есть, применение опять тяжелого оружия, выкатывают из запасников запрещенного. Количество погибших в перекрестном обстреле, как там сказал кто-то, ненаправленном обстреле, и гражданских, и военных. Понедельно достигает ровно августа 2015 года. Ну, в общем, там ухудшается ситуация, отмечают все. И это важная история, потому что нам отсюда не видно. Мы там видим новое правительство, борьба по газу, что у нас там еще и еще. А на самом деле там война. И отмечалось в документах Совбеза, что 1 миллион человек живет в этой зоне. В этой зоне. Миллион. И миллион 700 беженцев. Временно перемещенные лица. ВПЛы. Так называемые. То есть, в материалах Совбеза это все есть. Но, читая внимательно материал Совбеза, я вдруг обнаружил некую тайну. Которую, может быть, я помнил, но потом забыл. Сейчас расскажу нашим слушателям. Вот эта вся история про государственный переворот и про Крым, который испугался новой власти, пришел сюда, она ложная. Объясню, почему. Это очень просто. Значит, давайте вспомним, как было. Это документ. 21 февраля 2014 года были подписаны вот эти соглашения между Януковичем и оппозицией при содействии трех министров иностранных дел и Лукина. Кстати, еще раз напомню, что Россия не подписала это соглашение. Сейчас она объясняет, что это соглашение не подписано России, потому что она была с ним не согласна, ибо Янукович много уступал. Цитата. Ну, тогда еще мы все время ссылаемся на это соглашение. Но, тем не менее. Итак, давайте запомним дату. 21 февраля Янукович, президент, подписывается соглашение. Затем 21 февраля в 16 часов подписывается соглашение. В 16.51 в соответствии с этим соглашением Верховная Рада принимает в трех чтениях вот это соглашение. Ну, закон, который имплантирует это соглашение. Президент Янукович должен был его подписать, и Конституция вступает в силу, и соглашение действует. Президент Янукович не подписывает, и до сих пор не подписал. Он не подписал это соглашение. Он не подписал закон, имплантирующий соглашение. Значит, это все 21 февраля. 21 февраля в 22.40 Янукович вылетает из Межгорьев-Харьков. Дальше. Он еще президент. Все 21 февраля. В ночь с 21 на 22 только начинается захват Майданом административных зданий, когда Януковича уже нет. Или в ходе того, как он летает. А теперь внимание. Внимание на экран, Сергей Александрович. Даю вам бумажку. Познакомьтесь, пожалуйста. За возвращение Крыма 22-го. Февраля. 14-го. Значит... 18-й, 0-3-й. То есть, ага. С 20-го. Да, на медали, российской медали, официальной российской медали, которую награждали Министерство обороны Российской Федерации. Это медаль за возвращение Крыма. На нем стоят даты. 20 февраля. Еще раз, я вам напомню. Соглашение подписано. 21-й, Янукович президент. 20-го, но тем более, президент. А в медали вычеканено. На каждой медали. 20 февраля 2014 года. И хочется тогда спросить, ну и кто у нас остолоб? Это очень важно для понимания того, каким образом и на что сегодня упирают украинские политики. И представитель Украины, Чуркин, говорит, а что это у вас медаль такая? Там, в стенограмме. И задает ему два вопроса. Неумелый замминистра иностранных дел. Мы все знаем, вопрос надо задавать один. Он задает два, Чуркин отвечает на второй. А про медаль не отвечает никак. Про 20 февраля не отвечает никак. Это документы. И ничего не сделаешь. Только вы мне не говорите, что у вас была просто ошибка. Я знаю, как утверждаются эскизы медалей. Я абсолютно уверен. То, что Шойгу ее видел, сто пудов. Я абсолютно уверен, что ее видел и верховный главнокомандующий. Просто, ну какая разница? И вот это важная история. И на него не отвечает Чуркин. Обращаю ваше внимание. Поэтому я вам рекомендую читать документы. Да, там есть аргументация Виталия Ивановича Чуркина. Там есть аргументация Саманты Пауэрс. Там есть аргументация китайской стороны. Есть аргументация украинской стороны. Читайте документы. На русском языке, еще раз повторяю, на сайте Эхо Москва вам опубликовали полную стенограмму заседания Совбеза ООН по Украине от 28 апреля. Но вот этот кусок, я потом начал вспомнить, и действительно, ну как-то, это известно было про медаль. Ну как-то вот в контексте, когда это официализируется в стенограмме Совбеза, этого не было. Понимаешь? Одно дело в соцсети, все будут кричать фейк, 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 не фейк. Вот я Сергею Александровичу фотографию официальную медали это направил. Поэтому это история. Теперь, что касается Одессы и гибели гражданских особенно, вот сейчас 4 человека там неделю назад погибло, безусловно, нужно расследование. И, безусловно, нужно международное расследование. Потому что любое расследование одесских событий будет политическим. Украинское, нынешняя власть Украины, будет политическим. А там, кого еще можно? Ну, это на территории Украины, да? Ну, а там идут следственные действия очень долго. Я думаю, мы сделаем программу, что там на самом деле. Саша Шик, кстати, очень недоволен. Я имею в виду, в каком виде следствие? Нет, оно должно быть. Я считаю, что оно очень недоволен. Он недоволен затяжкой и ходом, и топтанием. Послушай меня, а следствия по Немцову нет? Ничего, что затяжка? Нет? Нет? Нет, прекратите это следствие. Это мы недовольны. Нет, а просто... Нет, а я не недоволен. Оказывается, я одесский начальник. Конечно, недоволен. А я не недоволен. А я считаю, что лучше тщательнее, чем быстрее. И поэтому, конечно, кстати, про трагические события в Одессе и ОБСЕ говорит. И здесь, конечно, Порошенко, не мне давать советы чужому президенту, еще своему кое-как, должен допустить международных следователей. Должен допустить международных следователей. Так же, как международные следователи, допущенные в расследовании катастрофы сбитого Боинга МХ-17. Кстати, еще раз хочу сказать, что российская сторона вот в этом следствии присутствует как эксперты. Официально. Она не отстранена. Присутствует. И вот то же самое, то же самое надо делать в Одессе. Я тебе скажу честно, когда вот началось это, а вот приехали русские, все эти русские, да, тогда, я посмотрел на список погибших. Всех. Не только в доме. В доме, по-моему, погибло 30 с чем-то, всего 48. И, кстати, первый погибший был националист. Первый погибший был застрелен националист. Там за несколько часов... То есть, там погибших много. Так вот... Стреляли из милицейского прикрытия. Да. Там милиция очень интересная. И этот человек в Приднестровье сейчас, который стрелял, он же идентифицирован. Я не про это, Сереж. Значит, из 48 человек 46 жители Одессы погибших. Да. А два граждане Украины, приехавшие из Одесской области. Нет там российских граждан погибших. Во-первых, я видел списки разные, да. Но там вот это надо понимать. Это то, что я говорил тогда громадянскому. Это элемент гражданской войны чудовищный в городе, в Одессе. Чудовищный. Поэтому следствие, для того, чтобы следствие было беспристрастным, это чудовищная трагедия в Европе. Я бы посоветовал Порошенко пригласить бы людей из разных, скажем так, стран, включая, я бы сказал, и Россию. Включая и Россию. Потому, что важно, да, может быть, российские исследователи не согласятся с международными или наоборот, но важно, понимаешь, ведь важна документальность. Вот то, что будет с MH17. Есть разные точки зрения, но по мере продвижения выяснилось, никакого второго самолета, никакой ракеты воздух-воздух, никакого ЦРУ. И это признала в результате и российская Алмаз-Антей. Понимаешь, это же следствие, и когда оно публично, и когда оно международно, да, там никогда русский исследователь не ступит ногой на территорию Украины. Понимаю. Но если вы хотите российских граждан убедить в том числе, что так не все однозначно, как было, и что виновные в гибели гражданских, не комбатантов, еще раз, не комбатантов, слушайте, у нас людей наказывают за наезд на улице, а тут-то, да, будут наказаны в пропорции своей вины, тогда нужно на это идти. И то же самое, что касается вот этого гибели гражданских, я посмотрел все, что можно, я посмотрел, значит, там был обстрел с двух сторон, стороны обвиняют друг друга, да, можно политически занимать любую позицию, любую позицию, политически ангажироваться по любой, но если мы говорим о следствии, вот как в деле Савченко, судебное следствие, ну, видно, что наврали, ну, видно, даже те люди говорят, нет, она преступница, потому что она против, да, только она журналистов этих не наводила, а так все, нет, может быть, она наводила, но не на этих журналистов, может, она была наводчицей, да, но вот конкретно убийство, ну, тогда, но, да, но конкретно вот то, что ей вменяют, ну, не было этого, и нормально каждый непредвзятый человек сказать, этого не было, потому что вот это, вот это, вот это, вот это и вот это, но, ребят, ну, вот не так. Все больше идет слух о том, что документы идут. Идут, идут документы, идут, и, да, идут, и я думаю, что эту историю уже все не рады, ее будут развязывать вокруг 20 августа, мая, мая, надеюсь, что мая, да. Там еще не вступил приговор одному из... Вот четверки, да, из четверки, которая... Нет, российский. А, российский, Ерофеев-Александров, да? Да, Александрова не вступил, а Ерофеев, по-моему, подал на апелляцию, так что там... А, все-таки подали, потому что там была договоренность... Александров не подал, Александров не подал, Ерофеев не знает, но вот почему-то говорят, что Ерофееву приговор вступает в силу 23 мая. Ну, вот, понимаешь, да? Они все ищут юридии. Слушай, я бы давно уже обменял просто. Все, ребята, закрыли тему, пошли дальше. Вот, я бы так сделал, но я это... И Сенцову не забывайте. Нет-нет-нет, я имею в виду... И Сенцову не забывайте. Кстати, всех на всех. В этом заседании Совбеза называет украинский представитель две цифры. Три цифры. Первая. 800 пропавших без вести украинских граждан. 120 сидящих в подвале в Донецке, куда нет доступа ни консулу, никому. То есть, всех на всех не работает, Минск не работает. И 11 политзаключенных в России украинских. Вот он назвал три таких истории. Всех на всех. Очень хорошая была идея в Минске. Я считаю, что это... Не воспользоваться этим. Ну, в Минске. Ну, что делать? Ну, договорились тогда. Ну, идиоты. Ну, поменяйте. Да, подвалы вскрывать. Да, конечно. Все. Конечно. Ну, и что? А я думаю, что в украинских подвалах, в СБУшных, ну, не подвалах, мыли подвалах, там сидят тоже люди, их много. Но это всех на всех. Хорошо, давайте. Хорошо. Всех на всех. Только ДНР русские подвалы тоже. Конечно. Потому, что они записаны в Минске тоже. А в Минске записаны... В Минске нет России как стороны конфликта. В Минске есть Россия, так же, как Франция и Германия, как эти самые, как, так сказать, супервайзеры, что ли. Ну, да. Как некие гаранты и так далее. Да, да, да. Можно ли сделать вывод, что минские соглашения провалились? Вы знаете, я могу сказать, что важно. В минских соглашениях было прекращение огня. Ну, потому, как раньше убивали друг друга, а сейчас, конечно, сократилось. Но они заморозились. Я не верю в них вообще. Вот в итоговом я не верю. Я думаю, что это будет... Я уже говорил. Это мое мнение. Я думаю, пока наблюдая, как развивается, там, конечно, все друг другу руки выкручивают. Но я не верю, что он... Шубинские соглашения в полном виде будут имплементированы, как говорит Владимир Владимирович. Просто не верю. Потому, что очень много интересантов, чтобы это не делать. Очень много поводов, чтобы это не делать. Даже когда они были подписаны... Я напомню, что их было два. Были сентябрьские и февральские. Я сразу сказал, что документ замечательный. Я с Лавровым говорил, по-моему. Документ замечательный. А как имплементировать? Он говорит, а будут протоколы. Протоколы сделаны. Протоколы сделаны. А дальше что раньше? А вот выборы. А вот вы не согласовываете с ДНР, с ЛНР. А вот вы ответьте на вопрос, а как беженцы будут в этой ВПЛ голосовать? 1,7 миллионов. Миллион живет, а 1,7 убежала. Уехала. Скрылась. Как они будут голосовать? Они не будут иметь права голоса. Значит, ДНР, ЛНР говорят, нет. Вот ВПЛ не должны иметь права голоса. А украинцы говорят, а почему? А почему? А с какой стати они не должны иметь права голоса? С какой стати вы хотите легитимную власть, а у вас две трети отсутствуют там? Не могут голосовать. А почему? И так далее. А украинские партии имеют право участвовать в местных выборах? Да. А НР, ДНР говорят, нет. 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 Это вопрос безопасности кандидатов, которые туда должны приезжать и вести компанию. И так далее. То есть, это не просто так вот. Это такой сложный, сложный, очень обидно на самом деле. Но с момента начала войны и поддержки, безусловно, нашей страны одной из сторон, причем поддержки людьми, техникой, логистикой, деньгами, ГСМом. Я тут прочитал расследование. Кто же написал-то, господи? Как там торгуют горючей смазочными материалами? Сережа, никаким Ротенбергам ничего не снилось. Что там люди друг друга убивают за это? Я имею в виду в ДНР, ЛНР. Это просто... Я не помню, где это было расследование. Не, по-моему, не РБК. Ну, а может, РБК? Какое-то гениальное расследование. Именно ГСМ. Я никогда бы не подумал. Это такая валюта. Это такая валюта ГСМ. Это невероятность. Ну, и все говорят, что за этим стоит наш товарищ Владислав Юрьевич Сурков. За ГСМом, а не за ДНР, ЛНР. Вот именно. И что там вот есть Сурковский, а есть Володинский, а это еще бабки. Я просто считал, я как роман. Да. Это роман определенный. Это роман. Ну, беда. Это очень плохо. И это, на самом деле, еще в 2014 году можно было прекратить. Нет, понимаешь, прекратить нельзя было в 2014 году. Просто, Сереж, я же там был. Знаешь, вот я еще напомню. Опять, я как и Белковский стал себя хвалить. Это, видимо, старость. Чья? Белковского или Литва? Белковского, естественно. Значит, смотри. Я в январе. В январе. Я в январе. Когда? В январе 2014 еще Янукович президент. И вот назначено новое правительство, исполняющее обязанности арбузов. Я прилетаю из Киева в Женеву. А, не в Женеву. В общем, где Путин? И тройка ЕС куда-то туда. Нет, Брюссель. Или Брюссель? Брюссель. Нет, не Женева. Не Женева. Брюссель. И я прилетел из Киева. Меня встречает Песков. Встречаемся в коридоре. Он говорит, ты откуда? Я говорю, а я из Киева. Говорит, подожди, подожди. А там же сегодня правительство. Я говорю, да-да-да. Он говорит, слушай, давай ты задашь вопрос Путину. Ну, там же тройка. это. Я говорю, какой вопрос? У меня нет вопроса. Он говорит, а ты задай вопрос, какой хочешь. Ну, как обычно. Ты же из Киева. И, значит, дают там одному брюссельскому журналиста, потом одному нашему, Интерфакс, потом еще одному брюссельскому. А ведет парень из Европейской комиссии. Я вижу, Песков на меня показывает, что ему шепчет. Я потом смотрю, что там из Киева прилетел парень. Я. И этот решил, что я украинский журналист. Брюссельский. Я говорю тогда, это же все осталось. Я говорю, Владимир Владимирович, может, уже пора по Украине собирать там Женеву-3. Это январь. Вот как по Сирии, как по Ираку. Говорят, да не, они сами. Понимаешь, все равно пришли к Минску, к Женеве-3. Но поздно. Поздно, когда уже все стреляло, когда пушка выстреляла. А это, знаешь, что это все на нюху, потому что я приехал, там уже все кипело. Олег, был прекрасный момент, когда можно было всей этой порнографии положить конец. Это после сбития Боинга, когда на самом деле все было очевидно. Скажите... Ты не будешь баллотироваться в 18-м году на пост президента? Я не буду. Ну, и да. Я не буду. И да. После сбития Боинга, да. После сбития Боинга. Если бы тогда Путин знал, кто сбил Боинг. А он не знал. Тогда, я думаю, что доклады были другие. Совершенно просто. Вот совершенно другие. А сейчас он знает, кто сбил Боинг? Не знаю. Я не знаю, что ему кладут. Я не знаю, что по этой теме ему кладут. Но я знаю, что все расследования ему кладут. Ну, Беллингейт в том числе. Это я знаю. Но это же как всегда. Это кто? А вот тут наши конструкторы. Ну, понимаешь, выходит главный конструктор, да, Алмаз-Антея и говорит. Да нет же, вот-вот-вот. Ну, а что, я своему конструктору... Тогда зачем мне? Тогда его расстрелять должен? Понимаешь? Уходит генерал, говорит, да не-не, наши буки там не было. Не-не, Владимир Владимирович, вы что? Не-не. Это, наверное, они... Ты вспомни историю, я никогда не забуду. Неужели на уровне, наверное, разговаривать с Путиным? Нет, я тебе напомню историю. Помнишь, был сбит самолет, летевший из Израиля в Новосибирск? Как бы украинскими командирами. Да, да. И чего там было? Это было сразу после 11 сентября. Я член Пула. Прилетает министр обороны Украины. Они с Путиным выходят к журналистам. И Путин, президент Путин, говорит, нет, у украинцев нет такой техники, чтобы сбивать там самолеты. Это все осталось, это все в лентах, это все в архивах. То есть, ему сказал, он поверил этому человеку, откуда он знает. Ну, может, и наши ему положили что-нибудь. Понимаешь, да? Скорее всего, нет. Ну, наши же там были смотрящие, это же маневры были совместные. Или ты доверяешь своим людям, Сережа, которых ты назначил. Или аут. Поэтому тогда... При такой системе только так. Нет, послушай меня. Тогда, вот в момент сбития, я думаю, я не знаю, я думаю, что 100% ему докладывали, что это специально сделали украинцы. 100%. Я просто не видел папочек. Вот просто вот как? Ну, как ему сказать, что российский элбук сбил гражданский самолет? Это все, в общем-то, руководители стран живут в таких башнях, за нових костей. Да? А ты забыл про иракскую кампанию, про Колина Пауэлла? А я читал эту самую книгу директора ЦРУ про это, как они клали неверные данные. Как они клали неверные данные. Потому, что их ввел в заблуждение, ты можешь смеяться, Саддам Хусейн, который создавал иллюзию, что у него есть химический, скажу, специально, и это потом было доказано, и Тарик Азиз это говорил. И ЦРУшники купились, но другое дело, что руководство ждало этого. Понимаешь? То есть, был запрос. Вот тебе пример. Иракская война реально началась, сложного предлога, я не скажу повода, сложного предлога. Помнишь, Колин Пауэлл, этой пробирочкой тряс? Да. Читайте, на русском языке вышел, как этого директора ЦРУ-то, господи, на русском языке книга есть его. Вот он об этом написал, как ему приносили. Они все колебались, они все сравнивали, они все сомневались. Но поскольку в мозгах, слушайте, ну, наверное же, но он же негодяй, он же негодяй, Саддам. Ну, конечно, он нас обманывает, ну, конечно же. Он же говорит, нету, значит, есть. Понимаешь? И вот эта история тогда на меня, вот когда я прочитала, оп, у меня все склеилось, как оно работает. Вернемся к началу. А вот 20-е число, это его тоже обманули? 20-е февраля? Нет, это, нет, слушайте, по Крыму это вообще не 14-й год. Это я уже говорил сто раз. Я бы абсолютно был уверен, что после Абхазии-Осетии в восьмом году, еще, да, один глаз был положен на Крым. Я тебе напомню, опять как Белковский, я тебе напомню, что я в январе написал два блога про Крым. В январе до 20-го. Цуксванг президента Путин. Извини. Хорошо. Вот пророчество, всевозможный. Расчет. Вы услышите через 5 минут. А Энтони Хопкинс жив. А Энтони Хопкинс жив, и это радует. Через 5 минут. Персонально ваш. Мы продолжаем. Персонально ваш. Алексей Венедиктов. Книга Гейтса. Книга директора Цейрута. Не тот Гейтс. Ты смотри, не повтори фокус. Скобкинс. Я уже поеду. Это Гейтс. Не тот. Ребята, эта книга. Спасибо большое. Действительно, она, по-моему, есть в больших магазинах. Это, ну, она скучная чтива. Они пишут для американской аудитории. Ну, вот куски про разные операции, да, про то, как принимаются решения. Это очень интересно было. И вот про Ирак, я уже говорил. Мне очень было интересно. Слушай, Ирак и Совет Безопасности. Тут Совет Безопасности, тут другая вещь была. Чего с этого? Нет, ну, резолюцию. Резолюцию. Какую-то? Ну, по поводу авиационных бомбардировок или не авиационных бомбардировок. А, ну, это Украина внесла резолюцию, осуждающую авиационные бомбардировки Сирии, Россию заблокировала. Я, честно говоря, думаю, я поставил текст резолюции, может, я такой не этот самый. Я не понимаю. Вот внесли бы Венесуэла, проголосовали бы за. Ну, да, может быть. Хотя, отрицают, что это были авиационные, какие бы то ни было, потому что там другой авиации, кроме сирийской и российской, нет. Ну, есть, конечно, коалиция. Ну, есть. Там летает. А полиция коалиции страшно. Сразу говорят, что это были установки залпового огня. Ну, поэтому... Такие воронки. Это та же история. Это тоже... Так правильно. Так правильно. Это надо расследовать. Абсолютно правильно. Это надо расследовать. Но заявление делается сразу, потому что очень страшно вляпаться вот в такую вещь. Да-да-да. Заявление тоже надо делать. Это очень страшно вляпаться. Согласился. Но сделали заявление, а теперь следственную бригаду, пожалуйста. Нет, понимаешь, я очень странно отношусь с заявлением по поводу живопырок и от матрошинок. Я теперь как-то странно заявление все Министерства обороны воспринимаю. Ну, к сожалению... Легко потерять репутацию. Да. Это вопрос репутации. Это правда. Да. Ну, вот тоже рядом. Перейдем к Пальмире. Пальмире. Концерт. Ты знаешь, я как-то никогда не буду министром национальных дел в Великобритании, которому не понравился. Потому что ему не понравился. Он написал, что это образец безвкусицы. Ну, давайте договоримся так, что вкус – это дело личное и наживное. Понятно, что это делал Гергиев. История в другом. Вот я смотрю политически. Извини. Буквально неделю тому назад, когда хотели делать концерт в Трептофарке, наш МИД сделал заявление о том, что это пляски на костях. Вот на том самом месте были казнены в Пальмире было казнено 25 людей террористами, 25 обезглавленных людей. А это не на костях? Ребят, вот вы думаете, не может быть, как это там, белобрысые друзья и рыжие враги. Не может такого быть. Вот концерт в Пальмире, это было сделано для телевидения, и на мой взгляд, это правильно. На мой взгляд, это правильно. Если бы... Опять, это как запуском Союза. Правильно, если бы. Да. Это как запуском Союза. Да? Вот правильно? Нет, это правильно. Я хочу напомнить, что все вот такие вещи, которые делал Гергиев, я не знаю, как сейчас, там же бесплатный, наверное, был, все деньги от таких концертов Гергиев всегда уходили в фонды детские. Скажем, я помню, когда он в Токио делал, это уходило на Фукусиму, по сторонам от Фукусимы. Тоже ему говорили, ты что, какой концерт? Там люди, там одеял не хватает. Но просто политически, там две вещи. Первая, это вот на этом месте были убиты люди, и, может быть, там и надо делать, но тогда не надо другим говорить. А вторая история, ну, конечно, это такой средний палец показать Ролдугина, Сергея Павловича, ну, просто вот, ну, просто, ну, слушайте, если он хороший венчелист, не делайте из этого новость. А если, да, играет и играет, и хорошо, пусть играет, и пусть играет. А если он нам интересен как персонаж вот этой истории, да, то не надо его в этот концерт брать. Это вот точно костяк. Ты знаешь, как я, Ростропович знаю, даже Саша Рам, я знаю, лауреат конкурса Чайковского. Сережа, ты же знаешь, я последний раз был в консерватории, потому что девушка повела. Ага, в 1800-е, когда ее открывал Рубинштейн. Ну, это до нас с Ленкиной свадьбой, то есть до 98-го года, понимаешь? Да. Не-не, поэтому отношения, мне кажется, вот давайте, вот мы не можем брать никакое событие, не помещая его в контекст. Вот само по себе событие правильное, и картинка правильная. А вот как только ты помещаешь ее в контекст вот этих историй, офшорного скандала с одной стороны, и то, что там на площади были казнены, обезглавлены, и транслировалось это, да, это другой контекст, получается. Конечно. Оторвать нельзя. Здесь сразу всплывает другой концерт Гергиева в Цкинвале в 2008 году. Да, да, да. Я сразу... Нет, мне показалось, что это концерт победы, вот той победы, о которой объявил Путин. Ты знаешь, нет, потому что... А я тебе скажу, почему. А потому что он не был пафосным. В отличие от Хаммонда, я считаю, что... Я небольшой там поклонник всяких вот симфонических историй, но он был... Во-первых, он был очень короткий, да, он был выбран музыкально правильно. Пальмира это замечать эстетически правильно. Эстетически правильно, с моей точки зрения. Поэтому там не... Там, знаешь, там не было гром победы, раздавайся, Сереж. Там ничего не было из этого. Там не было барабанов. Ну, и в Цхенвале тоже была седьмая симфония Шостаковича, так что это нормально. И что? Ну, здесь просто... Вот поэтому я считаю, что это концерт победы, но... Это восприятие. Ты имеешь право. Я считаю, что не надо опошлять замечательную историю. Замечательная история состоит в том, Михаил Борисович Петровский, и когда... И это великое дело, когда будут те люди, которые знают... Я сам процветил, я считаю, что Михаил Борисович знает Пальмиру лучше, чем собственную квартиру. Это правда. И то, что такие люди будут восстанавливать... Да? А тебе скажут, вы Питер восстановите сначала. Ишь, туда куда-нибудь в Сирию денете. Тебе найдутся, эти люди скажут, вы Питер восстановите, у вас там разваленные есть. Давай разделяйте. Скажут люди, и мне плевать. Так это контекст, Сережа. То, о чем я говорил. Это контекст. Ну, не сошлись с тобой, бывает. Не сошлись. Не сошлись. Не сошлись. Я бы разделял это дело. Я, честно говоря, очень обрадовался, когда сказали, что будут именно специалисты, и что примут участие именно специалисты уровня Беатровского и других людей, которых я, к сожалению, не знаю, что они будут делать. Я абсолютно поддерживаю. Это должен быть международный проект. Должен быть. Да? Абсолютно точно. И в этом тоже состоит часть коалиции после того, как эти ублюдки взорвали Пальмиру, точно так же, как другие ублюдки взрывали статуи Будды и Прусси. Абсолютно. Да? Здесь нет спора. Про концерт я тебе сказал. Да. Ладно. 9 мая у нас. Да. И мы упираемся лбом опять в проблему, на мой взгляд, очень большую бессмертного полка. Это не проблема. Не очень жаль. Проблема в нас, а не в бессмертном полке. Значит, два проекта. Поскольку я был в начале, помогал, во всяком случае, и георгиевской ленточке, и бессмертный полк, я считал и считаю, что в том виде, в каком они были задуманы, напомню, что георгиевская ленточка это пятый год, задолго до всей этой моды, задумана Наташей Лосевой, которая в РИА Новостях была, и Василием Овчинниковым, моим товарищем, который тогда возглавлял студенческую общину. Это была очень хорошая идея. И выбор был хороший. И это вопрос примирения, вот войны, вот белых-красных. Все в этом было. Это была такая история. И был кодекс, кстати. Кстати, посмотрите на Авиас, в Википедии русской, там еще не убрали кодекс движения георгиевской ленточки. Не может быть коммерческой. Понимаешь? Не может использоваться, внимание, в политических целях. Должна объединять, они разъедят. Посчитайте, там все написано. Этот кодекс принимали. Это был гениальный проект. Это было возвращение о памяти к войне. И думаю, что и Наталья Лосева, и Вася Овчинников, и Света Мираню, которая возглавляла РИА Новости, и это был правильный. И на третий год, на седьмой, это стало приобретать вот эти самые самолеты с ленточками, которые там туда, там девушки, которые в бюстгальтерах и трусиках, значит, привязывают к себе. Может быть, это современный мир, но мне это было глубоко чуждо. Понимаешь? И я с восьмого года не применяю ее к себе. Не ношу. Не ношу. Мне кажется, точку поставила еще украинская война. Нет, она 14-й год. 14-й год. А я тебе говорю про восьмой. Я тебе говорю про жирную точку. Нет, подожди. Я говорю о том, что сама по себе идея вот эта была правильной. Бессмертный полк. Напомню, что опять-таки это возникло в Тюмени в восьмом или в десятом году. Там местные ветераны предлагали именно, чтобы ходили, носили это. И официализировалось, вернее, систематизировалось. Это в 12-м только году, ты будешь смеяться, в Томске. Томской компания ТВ-2. А идеи уже были, в разных городах было. Ну, вот как сделать вот это? И я помню, когда мы сидели с Аркадием Майофисом, он говорил, слушай, помоги мне, пожалуйста, мне нужно вот объяснить администрации президента, что вот это объединяет. И я пошел, я взял ролик, я честный, не виски, взял ролик вот из Томска. И он меня брифинговал, Аркадий говорит, смотри, говорит, у нас нет ни одного партийного флага. Ни одного партийного лозунга. Он говорит, жириновцы хотели, мы в объяснении сказали, нет-нет-нет, конечно, война, все. Коммунисты хотели, нет-нет, ребята, это победа всего народа, а не только КПРФ или КПСС. Все. И вот, если посмотреть на этот ролик первого, 1912 года, то, что я носил, там вот все портреты со своими, да, со своими, и ты знаешь, там, было мало, там был флаг, знамя победы, естественно, красное, было, ну, именно не советское, а победы, военная. Но и были флаги Российской Федерации, он говорит, тебя не коробят, что под ними ходил Власов, спросил я Маевс в 19-м году, ну, ходил Власов. Он говорит, ты знаешь, что если мы говорим о примирении, да, вот это флаг Российской Федерации. Это государственный флаг. Да, государственный флаг. И мне в администрации сказали, да, 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 как интересно, и я там отнесся на самый верх, реально мне безумно это все понравилось. И когда в Москве первый раз начали делать, я был активным сторонником, я вообще считаю активным сторонником, мы с Алексеем в 19-м году нашли фотографии, соответственно, его, понимаешь, да, это не было модным, но это было правильным. И, конечно, все началось в прошлом году, как в Москве, во всяком случае, и в этом году, когда пошли разнарядки, когда это стали делать на бюджетные деньги, что на бюджетные деньги, что вы делаете на бюджетные деньги. Вот в Москве я принимал участие, когда говорилось, мы говорили тогда с московским правительством, я говорю, ребята, а можно их печатать бесплатно? Вот фотографии, потому что у всех маленькие фотографии, можно вот в этих МФЦ, и сказали, да, наконец, значит, прошла команда по МФЦ, люди приходили со своими вот этими потертыми. Да, и так просто по своей инициативе, кстати, бесплатно пишут. Да, Сколько мне вчера приходило смс? Нет, ну и тем более, есть где объявить, да, и это хорошо, но потом, когда пошли, ну, у нас же бюрократическое государство, это вот история авторитарного государства, оно бюрократическое, надо же отчитаться, зачем тебе отчитываться, тебе разнарядку в Москве, вот клянусь, Сереж, не спускали, я за этим следил. В Москве не спускали. Разнарядку не спускали в прошлом году, не спускали. И в этом не спускали. Наоборот. Ну, вот про это не знаю, он еще не говорил. Ну, вот говорит. А Кибовский был, да? Кибовский был. А в Саратовской области, да, когда вот это образовательное учреждение, этот город Рано распустил, в школе должно быть столько учеников вынесли, когда раздают эти плакаты других, чужих, я говорю, пожалуйста, Маша Жукова, Мария Георгиевна Жукова, может идти с портретом маршала Жукова туда. Ага. И я должна идти с портретом. А Наталья Родионна Малиновская, с портретом Родионна Ятлевич. Да. И вот я тоже об этом все время говорю. И это, еще раз, и Георгиевская ленточка, и Бессмертный полк. И очень хорошо, что они, вот эта идея, я надеюсь, что она когда-нибудь очистится от этих бюрократов. Вот в Саратовской области там отменили, сделали публичный выговор этому человеку, Рано, который распространил публично. Чего вы боитесь? Боятся, что мало придут. Да. Плохо выглядеть будет. Понимаешь, в чем дело? Нет, не верят. 86% не верят. Боятся, что мало придут. Абсолютно с тобой согласны. Они не верят самим себе. И когда я в прошлом, абсолютно, я в прошлом году говорил, я говорю, ну, придет 15 тысяч из 8-миллионной Москвы, чего? 10 миллионов. Чего? Я говорю, вам чего? Не 15 тысяч придет, вас 300 тысяч придет. Вы чего? И когда была динамика печатания фотографий, я приходил, ну, смотрите, там просто очереди стоят. Люди приходили под нам. А вот этой пошлятиной, вот этой пошлятиной. Пошлятина – это разнарядка, давай скажем. Вот. Вот этой пошлятиной, разнарядкой, чужими фотографиями, ничьими бабушками. Не надо государству в это влезать. Вот организуйте проход, обеспечьте охрану, да, и пусть они помнят. И пусть они... Понимаешь, ты не можешь бросить фотографии бабушки и дедушки, а мы видим, как эти штуки, они лежали сложные, были чужие. Вот они, значит, были чужие. Причем, если ты представляешь, огромное число студентов, огромное число людей пожилых, в том числе, да, и дети. Это очень важная история. Для меня это очень важная история. И Георгиевская ленточка, и Бессмертный полк. Но к чему не прикоснуться, что называется, превращается не в золото. А сейчас вот мозги свернулись еще дальше. Значит, про Георгиевскую ленту, которая уже не нравится. Правильно, не нравится. Но вот почему свернулись мозги? Смотри, говорят, во время войны бы за Георгиевскую ленточку, это как, это царизм и так далее. Это люди, которые вот, не знают, что это было, во-первых, лента гвардейская. И моряки. На флоте это была гвардейская лента. И потом, это лента ордена славы трех степеней. Зачем придумывать? Сережа, Затем, что ответ на одну бюрократию начинается фантазией. Это как бы, вот почему мы нет. Но первая фантазия была, прицепили Георгиевскую ленту к ордену Отечественной войны, у которой другая лента совершенно. Это смешение всего, каша в голове. Бог с ним, с историческими. Я вот говорю, главный вопрос, история у нас сложная и кровавая, и мне кажется, и вот там часть, чего делал Ельцин, потом Путин, потом Медведев, потом Путин, это вот примирение белых и красных, что называется, гражданской войны. До войны 19-го года мы не дойдем, конечно, а вот по Великой Отечественной там с примирением будет очень тяжело. Понимаете, знаешь, что происходит? На Украине они пытаются это делать? Да? На Украине. В Польше они пытаются это делать? А в России нет, потому что жидобандеровцы. И вот эта история очень болезненная, почему около миллиона человек в разных, да, реально служило вот в германских вооруженных силах, не будет проверка, около миллиона советских граждан, причем не латышей, да, не латышей, а вот русских... Ни литовцев, ни эстонцев больше всего было. Жители РСФСР и русские по национальности. Это же надо изучать, что случилось. Да? На примере генералитета хотя бы, вот Власовского, да, нет, давайте не будем, нет, давайте будем. Что случилось? Вот объяснить только там трусостью и жадностью, ну, это там, можно сказать, что человек труслив и жаден, ну, да, вот, мало, недостаточно. И поэтому разговор об истории очень полезен и важен, и если бы государство там не пыталось навязать, вот эти, не навязать помощь, вот эти, печатать фотографии, даже делать вот эти штуки, на которых нести, ленточки, да ради бога, да ради бога, только из этого не делать вот, ну, истерику, как с полетом Союза, ну, стыдно, ну, хорошее дело космос, да, ну, что вы сейчас устроили, значит, там кабель, как там этот самый руководитель НПО автоматики, Шалимов, старик, генеральный конструктор, когда он написал заявление, знаешь, он там себе написал в Фейсбуке или где-то еще там, в каком-то, он сказал, что, к сожалению, любовь к родине не является взаимной. Генеральный конструктор. Слушайте, если у вас там не тот кабель, или нет, как вы объясняли, не тот кабель, слушайте, а можно вот проследить все, как оказался не тот кабель, почему он не тот, кто его, может, его прикрутили неверно, при чем тут Шалимов? Градус подняли, до, подняли, градус, и надо было как-то, это понимаешь, это человек, когда набирает газов, он или пукает, или уходит, понимаешь, и вот надо было пукнуть обязательно. Вы же интеллигентный человек, в отличие от меня. Кто тебе сказал, что я интеллигентный человек? Мне все слушатели говорят, вот Бунтун, в отличие от Венедиктов, интеллигентный. Я всем говорю, я вам не интеллигентный Венедиктов. Понятно, ну, так и будем перебраться. Бунтун и Бессмертный полк, и это хорошо с портретами своих родственников, воевавших, это правильно, и надо идти, и с моей точки зрения надо идти, но мы должны понимать, что рядом с нами идут люди по разнарядке, и не обижаться. Да, и вот я смотрел, вот когда я видел эти видеокадры, когда там с всякими, с пионерскими камланиями, там и шествие главы управы. Пожалуйста, главы управы, только со своим дедом, ты что-то идешь с пустыми руками? Я правильно помню? Он идет с пустыми руками, с хвостозаносящими своими вертухаями, с батюшкой каким-то, и еще с кем-то. Брал бы этот глава управы пример с Путина Владимир Владимирович, который все-таки с фотографии папы вышел, а мог выйти с фотографии Жукова. С папой вышел. Между прочим. Это важно. Нет, и такие примеры важны. Политики, естественно, будут из этого делать всегда. Ну, Сереж, всюду, да? Естественно. Но проект замечательный, памяти ходит. А давай это самое призовем, чтобы люди выходили, кто воевал на Бородинском поле с родственниками. Давайте сделаем. У нас же полно, ребят, реконструкторов, знакомых. Вот я думаю, что там поискать найти. Там поискать. Там сколько тысяч-то было российских войск-то? Там поискать. 120. Это Киевгин Сергеевич. Я сейчас ошибусь. Но не 8. Да нет, это все можно. Но вот когда... Вот всегда чувствуется. Ты говоришь, кусовщина, но всегда чувствуется, когда фальш, когда динь-динь. Понимаешь, вот эта фальшивая струна. Я не договорил. Когда я видел вот этих самых глав управы, там, батюшку и так далее, и вижу фотографию в стороне. Уже прошло. две женщины, у которой от руки написано фотография нормального формата. Может быть, даже и не копия, а подлинник. И написано такой-то, такой-то, который своих отцов, своих дедов... Все правильно. Я думаю, что каждый нормальный наш слушатель, он ровно так бы и поступил. А если нету, ну, нету. Жаль. Жаль. Понимаешь? Да, жаль. Жаль очень многих вещей. Это такой заказененный, отлитый в граните, отлитый в граните праздник. Потому что людям не верят, что они могут сами взять и прийти. Вот сами взять и прийти. Ну, можно сказать, не надо судить по себе. А по кому судить? Так по себе и надо судить. Не, извини. По себе и судят, конечно же. Опять же, повторю, не верят самим себе, когда там рассказывают. А что это выходной день куда-то там пилить, еще искать и фотографировать? Ну, понятно. Да. Ну, ладно. Вообще вылезли к празднику, конечно, вылезли все, и шкуры Обамы вылезли. И все эти, например, куплю кожу Обамы недорого. Слушай, ну, слушай. Все это дрянь, все это тихо полное совершенно всплывает. Всегда, всегда дрянь и рвань вылезает на таких историях. Всегда. Вся дрянь и рвань, потому, что другого не умеют. Только имитировать. Это же имитация. Это же имитация. Только это. Ну, дрянь и рвань. Да. А вдруг у того главы управы предок воевал не на той стороне, Евгений Испензе. Говорит. Кстати говоря, это было бы, если вдруг, Евгений, если вдруг, то это было бы потрясающе. И это был такое, и объяснить, и такой акт памяти был бы. Это было бы. Если посерьезно, в нормальных доусловиях, да в нормальной до стране, все было бы нормально. Знаешь, Сереж, меня всегда вот спрашивают, почему я так много уделяю времени репрессиям, а у меня хорошая позиция. У меня из семьи никто не был репрессирован. Мне никто не может сказать, что я там мщу за что-то. Вот никто. А я могу сказать, а я мщу. А ты мстишь. Джон, мщу за всех. Страна, разные люди, разные. Но вот если мы говорим, что победа объединяет, то победа не по-разнарядски объединяет. Мы помним, как мы с вами по-разнарядке любили про это говорить. Да, да, да. Ну, я не скрываю, что Сталин мой кровный враг просто. Семейный враг. Вот и все. И поэтому я ничего не могу сказать. Не надо скрывать. Так это не надо. Так я ровно про это. Да. Вот. Так что, друзья мои, на мой взгляд, я просто скажу, моя любимая сцена была ну, сколько-то уже лет назад, когда вся не пьянь и рвань, когда все нормальные какие-то люди были в одном из баров московских. И там идет 9 мая. И когда вдруг официант пошевелил пультом бармен и вышел с умца-умца на минуту молчания, замолчали абсолютно все. Официант прошел так, походя, разлился им по рюмке, все хлопнули, подумали и пошли дальше. Это мы вчера, я последнее скажу, вчера с Михаилом Сергеевичем Горбачевым сидели, он рассказывал, он же мальчонкой под оккупацией был. Я говорю, Михаил Сергеевич, ну, чего вот это надо рассказывать? И у него память туда, а не сюда. Мы хлопнули по рюмке и не по одной, а коню победы под песни. Чего и всем желаю, несмотря на здоровый образ жизни. Всего доброго, друзья. Алексей Венедиктов. Песня. Субтитры создавал DimaTorzok